И поговорим с вами сегодня про битрикс. Про битрикс, про интернет-магазины на битриксе интернет-магазина шин и диск. Ну, начнем, как я уже говорил, с возможности битрикса. Вообще, в качестве вводного слова, что хотел бы сказать, понятно, что все больше и больше компаний открывают свои представительства в интернете так или иначе. Кто-то там страничку в фейсбуке, кто-то товары на Яндекс.Маркете выкладывает, кто-то открывает полноценный интернет-магазин. Мы предлагаем платформу для всех видов бизнеса, как малый бизнес, так и крупные проекты. Платформа для создания интернет-магазинов, платформа для управления сайтов, для работы с вашими клиентами. Один из наших продуктов, это, например, система для общения внутри вашей компании, в которую входит CRM-система. Это очень удобная штука. Если кто не знает, давайте тоже немножечко расскажу про нее, чуть попозже. На данный момент на нашей платформе работают у нас более 130 тысяч клиентов, более 25 тысяч интернет-магазинов. Это из всех клиентов, у которых сделаны сайты на Олитриксе. Более 11 тысяч партнеров. Это компании, которые занимаются созданием и обслуживанием сайтов. То есть мы как вендор разрабатываем платформу, у нас есть партнеры, которые занимаются непосредственно созданием и обслуживанием интернет-сайтов. Также у нас есть такая удобная штука, как Marketplace. Место, в котором вы можете найти готовый типовой интернет-магазин, который будет работать на нашей платформе, и также всеразличные готовые решения для этого интернет-магазина, расширяющий функционал. В качестве аналогии здесь можно принести, наверное, App Store или Google Play. Все пользуются смартфонами, я думаю, все знают, что это такое. На рынке, на российском, на данный момент мы занимаем 60,52 процента среди платных коммерческих CMS. Это данные на конец ноября 2014. По-моему, за декабрь Айтрек данные еще не выкладывал, но, во всяком случае, я их точно не видел. Давайте, наверное, посмотрим. Да, мы решили открыть свой интернет-магазин. Кто-то говорил, что уже есть у них интернет-магазины. Но, тем не менее, наверняка у нас собрались сегодня и люди, которые только планируют создать интернет-магазин. Краем глаза вижу, что мне здесь пишут, Ева пишет мне, что нет звука. Подскажите, пожалуйста, есть ли звук? Поставьте там просто плюсики в разделах. Есть, да? Ева, скорее всего, проблема какая-то с вашей стороны. Может, там громкость побольше на колоночках сделать. Интернет-магазин с минимальными рисками и держками на первоначальном этапе. Вообще, что хотелось бы сказать. Интернет-магазин непростая вещь такая. Достаточно непростая и при разработке с нуля требует, в первую очередь, достаточно много времени и, в вторую очередь, конечно, достаточно много денег. Потому что интернет-магазин надо спроектировать, написать какое-то техническое задание, надо все это запрограммировать, заходить, нарисовать дизайн, вытянуть этот дизайн на код и так далее. В нашем случае, если мы говорим о каком-то типовом решении, это типовое решение позволяет сэкономить и деньги, и время. Потому что ничего разрабатывать не надо. В принципе, есть какой-то готовый продукт, его можно брать и можно начать пользоваться, подстраивая под себя, уже по ходу дела что-то доделывая, если в этом, опять же, есть необходимость. Зачастую этого, может быть, и не потребуется. Я в качестве примера покажу готовое решение не с сайта шины и дисков, а то готовое решение, которое мы предлагаем вообще для всех. Мы называем это универсальный интернет-магазин. В принципе, для знакомства с каким-то основным функционалом интернет-магазина нам этого будет достаточно. Если вы еще не работали с битвиксом, то можете на сайте скачать демоверсию. Как раз такой адаптивный интернет-магазин с адаптивным дизайном. Можете его установить и посмотреть, как это работает. Это будет интернет-магазин одежды. Как проходит процесс установки? Если ставить какие-то программы на свой компьютер, то наверняка с этим знакомы. Здесь принцип такой же. Вы просто будете выбирать какой-то шаблон, который вы будете использовать. Как цветовое оформление. Информацию о сайте вносите. Настраиваете торговый каталог. Выбираете складской учет, как у вас будет товар на складе резервироваться. Заполняете информацию о своем магазине, в том числе какие-то банковские реквизиты. Потому что если вы будете счета выставлять клиентам, чтобы сразу все эти данные выставлялись. В принципе, потом это можно все и в админке настроить. Но при установке, с моей точки зрения, это сделать удобнее и быстрее. Указываете типы плательщиков, с которыми вы будете работать. Физические, юридические лица или, может быть, эти и другие. Указываете способы оплаты, которые планируете использовать. При настройке их не так много. При установке их не так много предлагается. Но потом, после установки, можно выбрать. Там их, на самом деле, очень много. Можно даже глянуть, какие есть виды оплат. Если это интересно, напишите мне. Расскажу про это немножко подробнее. Устанавливаете местоположения. С кем планируете работать? Только по России или по странам СНГ и так далее. И, в принципе, на этом процесс установки закончен. Вы получите типовой магазин. И вот такой вот новый инструмент, который у нас появился в 15-й версии. Очень интересный. Называется мастер управления магазином. Находится он в админке в разделе «Магазин», «Настройки», «Мастер управления». Что такое? Ну, по сути, это такой, называется иностранным словом, гайд. Инструкция, наверное, если переводить на русский язык. Инструкция, по которой вы сможете настроить и запустить свой интернет-пагазин. На скриншотах, наверное, здесь не очень хорошо видно, но тут такие ссылочки на разные разделы и подсказки, что в этом разделе надо сделать, что в этом разделе надо заполнить. И по мере выполнения тех или иных таких вот задач у вас будет шкала здесь расти, насколько у вас завершен процесс по заполнению, по настройке интернет-магазина. Ну, достаточно удобно. Всегда есть четкий план по созданию, настройке и продвижению интернет-магазина. Итак, интернет-магазин у нас готов к работе. Ну, покажу на… Давайте, наверное, на живом примере. У меня есть такой интернет-магазинчик. Вот интернет-магазин одежды, да. Какие вещи важны в интернет-магазине? Ну, естественно, вверху у вас шапочка, да, с названием, с леготиком вашего интернет-магазина, какие-то меню. Тут у меня сразу каталог увиден, вот в таком вот виде вертикальном. В принципе, при настройке я мог указать, что это будет тема с горизонтальным. Вернее, наоборот, это горизонтальная. Возможно, тема с вертикальным меню, да. Но это удобнее, если вот этих пунктов очень много, чтобы они здесь не выводились в два-три-четыре ряда. Потом никогда не слева вот так вот выводятся. Естественно, контактная информация. Контактная информация на главной странице должна быть несколько раз вверху, внизу в подвале, так называемом. Ну и помимо телефона внизу есть смысл оставить e-mail, например. Или какие-то там ссылки на социальные сети, на ваши. Поиск. Важная штука. Причем по себе могу сказать, что часто я прихожу в интернет-магазин, я уже знаю, что хочу купить и поиск использую. Начинаю что-то набирать, например, штаны. На самом деле умный поиск. Какой-то текст я набрал, он мне сразу показывает, что я могу купить, какие товары или предлагают вообще в раздел переключиться. Далее такой слайдер, куда мы выводим какую-то, можем вывести какой-то там товар, который у нас лучше всего продается или товар, на который у нас самые выгодные условия. Ну и вниз пошли какие-то, опять же, товары, которые можно приобрести прямо отсюда. Ну, если, что касаемо машин и дисков, не помню, как у них там реализовано, но, по-моему, тоже товары сразу на главной странице вводятся. Ну, на самом деле это правильно. Человек, когда заходит на вашу страницу, он в первую очередь должен увидеть, что это за магазин, что он продает, понять. Ну, внизу какой-то там футер в сами магазина, опять же, ссылки комплируются и так далее. Давайте посмотрим, наверное, какой-нибудь товар. Важно, в принципе, дать клиенту совершить покупку прямо с главной страницы. То есть он прямо здесь может выбрать какой-то товар, в зависимости от характеристик. Да, ну если мы пока посмотрим сейчас одежду, да, там разный цвет может быть или размер. Сразу положить этот товар в корзину и оформить заказ. Я, наверное, не буду это сейчас показывать, потому что, мне кажется, лучше коллеги покажут это на примере уже готового интернет-показина «Шинни дисков», потому что, ну, это скорее уже их тема. Покажу просто, как происходит оформление заказа. В битриксе, например, прямо в корзине можно какие-то свойства изменить, изменить количество товара, отложить или удалить, отложить для того, чтобы купить его в следующий раз, ввести какой-то промо-код со скидкой, если он есть, или оформить заказ. Что мы сейчас с вами сделаем, просто посмотрим, как проходит процесс оформления заказа. При оформлении заказа клиент у нас будет выбирать, каким лицом он является, физико-юридическое лицо. Ну, я уже покупал сам у себя на сайте как физическое лицо, поэтому профиль у меня здесь уже заведет мой. Если профиль не заведен, то можно завести новый профиль и указать на все свои контактные данные и реквизиты. Службы доставки я оставил по умолчанию, которые были. Это и Почта России. Опять же, стоимость доставки можно рассчитать. Нажав просто ссылку, какую-то маленькую историю с ней показал. Наверняка это потому, что вес у меня товара указан 0 кг-0 грамм. Разные есть способы доставки. В админке это все настраивается. И то же самое с платежными системами. Можно выбрать оплату Яндекс.Деньгами через терминал, банковскими картами. Либо наличным курьеру, либо квитанцию до Сбербанка распечатать. Разные варианты. Все это в админке настраивается. Тут важно что понять. Для того, чтобы использовать какую-то платежную систему, те же самые Яндекс.Деньги. Они принимают платежи как в самих Яндекс.Деньгах, так же они работают как агрегат. Через них сейчас можно и карточки платить. Но здесь важен тот момент, что у вас должен быть договор с этой компанией. То есть они там какой-то процент себе за перевод этих средств берут. Далее показываем, что у нас в корзине находится. Можно написать комментарий к заказу и оформить этот заказ. Заказ у нас оформлен. Мы всегда можем, являясь клиентом, у себя в персональном разделе зайти и посмотреть этот заказ. Повторить его или распечатать счет. Вот у меня через банк здесь был. Я счет открою. Так, новым окне. Хоп, сразу питаться. Я напечатал и пошел платить. Про какой функционал еще? На самом деле готовых функционалов в битриксе много. Это и фильтр умный, который в разделе позволяет выбрать тот или иной товар по определенным критериям. Я не буду, наверное, показывать. Это скорее все-таки лучше коллеги покажут. И карточек товара расскажут, что они в товар вводят, что показывают. Покажу, как у нас происходит работа администратора сайта. Если мы работаем с публичной частью. Мы сейчас находимся в публичной части. Когда мы залогинялись на сайт как администратор, у нас появляется вот такая панелька. Обратили внимание, серенькая. Которая позволяет нам управлять как с публички, так и зайти в админку. В админку мы чуть-чуть попозже зайдем. Посмотрим, что мы можем делать в публичке. Создавать любые страницы, разделы, работа с компонентами. Давайте какую-нибудь страничку создадим. Что у меня есть в форуме не хватает. Давайте создадим страничку форум. Я какие-то типовые вещи показываю постоянно. Форум, наверное, одна из самых простых вещей. Так, тип меню. В верхнем меню, по-моему, это называется. Да, давайте это будет здесь, в верхнем меню. Последним пунктом мы сейчас заведем форум. Вот такой вот у меня открылся визуальный редактор. Я просто сейчас найду компонент необходимый мне. Форум, комплексный компонент. Я прямо сюда его закину. Просто закидывает комплексный компонент сюда. Сейчас сохраню. И у меня создалась страничка, где я могу общаться с посетителем нашего сайта на форуме. В меню у меня здесь появилась ссылочка форум. Он вылезла здесь второй строкой. Сюда уже просто не влезет он. Тут надо думать тогда. Если вы типовой шаблон будете использовать, то надо здесь какой-то пункт меню убирать. Либо как-то верстку поменять. Это уже второй вопрос. Тут главное, что в принципе создать это достаточно просто. Опять же, один из достаточно удобных инструментов работы это такой вот режим правки. Такой ползунок сейчас мы его переключим. И теперь, подводя мышку в какой-то из областей, мы можем редактировать ту или иную область. Опять же, в нашем визуальном редакторе. Если у нас магазин назывался «Модная одежда», назовем его «Шины и киски», допустим. Сейчас обновится наша страничка. Название сразу поменялось. Достаточно просто. Опять же, прямо отсюда можно, если надо, редактировать какую-то информацию о товаре. Пожалуйста. Без проблем. Какие-то другие фотографии, описания, анонсы. SEO, если надо написать всякие метатайтлы или кейворды. Причем используется такой конструктор универсальный, который будет... Не надо это описание вручную. Надо написать только что тапочки. Ну, здесь у меня тапочки, розовый, рай и так далее. Он будет автоматически это брать, исходя из названия товара. Здесь достаточно можно всяких много полей, свойств использовать для того, чтобы большое, хорошее описание сделать. Да, кстати, есть в Витриксе возможность включить Яндекс.Директ. В Витриксе с ним работать. Ну, отдельная тема. Наверное, не этого вебинара. Но, опять же, карточек товара можно всем этим управлять. Опять же, указывать разделы, в которых этот товар будет опубликован у нас. И такая интересная штука, как торговое предложение. Для шины дисков наверняка это будет актуально. Что это такое? Я не силен в автомобильной тематике. Расскажу на примере одежды. Те же самые розовые тапочки. Они у нас могут быть разных размеров. То есть, по сути, это один товар, но разных размеров. От этих размеров, в принципе, может быть, будет и цена зависеть. Торговые предложения позволяют предлагать этот товар клиенту в виде одной карточки. Но выбирать в этой карточке размер. В зависимости от размера или цвета. Будут меняться какие-то другие характеристики. И вследствие этого может меняться и цена. Для того, чтобы эти товары все вручную не заносить, здесь есть такой вот генератор торговых предложений. Достаточно удобный инструмент, где вы будете выбирать просто какой-то товар. И выбирать какие-то свойства. Отмечаете товары какого размера, какого цвета и так далее. Галками отмечаете, нажимаете генерировать и у вас сразу автоматически создается куча товаров. Под товаров торговых предложений, так называемых. Давайте с этим заканчивать. Перейдем сейчас быстренько в админочку и посмотрим какие-то основные вещи. То, что у нас в битрексе в админке. Те, кто уже работает с битрексом, знают, как она выглядит. Такое меню у нас слева. Здесь во второй колонке открывается подменю. И основная рабочая зона. Мы сейчас находимся в первом разделе рабочий стол. И, собственно, сам рабочий стол увидим. Достаточно удобный инструмент, куда можно вводить всю графику продажам, и статистику по заказам, и статистику по посещению вашего сайта. У меня она такая хиленькая. На сайт я заглядываю. Естественно, он ничего не продает. Это тестовый сайт. Я сюда заглядываю, чтобы где-то покопаться, если надо поэкспериментировать. Только для этого. Опять же, интересный инструмент. Какой-то избранный. Куда вы можете те или иные разделы просто брать и закидывать. Не знаю. Рассылку возьму. Сейчас, например, выбранная добавлю. И на рабочем столе у меня... Сейчас... Может, где же... Добавил я, что ли, не успел? Да, не важно. Только еще раз, где у меня рассылки. Ах, это ж неправильное дело. Я весь пункт туда не могу добавить. Да. Только какой-то раздел, в который я могу переключиться. Ну, например, вот так вот. Ну, что такое? Не хочешь что-то добавляться? Странно, не знаю. У меня здесь стоит бета-версия, такая тестовая. Возможно, ошибка связана с этим. На стабильных версиях, во всяком случае, на нашем сайте DNSBitrix.ru я очень активно пользуюсь этим инструментом, потому что он позволяет мне иметь доступ к тому или иному функционалу. Мне не приходится по меню тыркать, искать это или в поиске здесь что-то выбивать. Я просто хожу на рабочий стол и выбираю инструмент, с которым я работаю. Разные инструменты здесь. Есть контент, который позволяет редактировать работу с контентом вашего сайта. Сервисы. Много разных. Да, и подключение Яндекс.Директа, и поисковая оптимизация, опросы, веб-формы, которые заполняют вас на сайте. Рассылки, форумы, куча-куча разных, вплоть до конструктора мобильного приложения, которые можно выпустить тоже. Аналитика, которая позволяет посмотреть какую-то статистику по посещаемости вашего сайта, посмотреть какие-то рекламные кампании, если генералы, которые вы размещаете у себя на сайте, как проходит. И прочее, прочее, прочее. Раздел Marketplace, про который я уже говорил. Это каталог готовых решений. Да, что-то у меня есть какая-то версия. Кто-ли не до конца обновил, не знаю. Вчера вроде обновлял. Можно отсюда выйти. Можно просто набрать Marketplace, по разделу настройки, в которых в принципе все технические настройки сайта происходят. В том числе и настройки защиты сайта. Такой есть инструмент, как сканер безопасности, который сканирует извне ваш сайт и указывает, какие у вас есть слабые места, что надо настроить для того, чтобы никто, по-моему, на сайт не нужен и не попал. Опять же, здесь работа с облаком, с облачным сервисом, с медленность Bittrex, для ускорения сайта. И прочий, прочий инструмент для производительности, скорость сайта, возможность замерять и показывать. И так далее. Вы видите, у меня какой ненастроенный сайт и очень медленный. И сразу показывает, что где у меня, почему медленно грузится. С этим можно работать. Не наша сегодняшняя тема, не буду про это рассказывать. Мы посмотрим, как происходит работа с заказами. Работа с заказами. У нас есть такой фильтр. Фильтр настраиваемый. Можно забрасывать любые свойства, по которым мы хотим отследить тот или иной заказ. Например, я добавил свойства «Доставка разрешена». И смогу посмотреть все заказы, которые были с 21 декабря сделаны, и которые разрешены к доставке. Насколько я помню, таких заказов нет. Фильтры такие можно по-разному настраивать, добавлять новые. По умолчанию мы предлагаем оставить. Очень удобная штука такая. Всегда можно сохранить этот фильтр и по тем или иным параметрам смотреть те или иные списки заказов. Так, сейчас я сброшу это. Открою все наши заказы. С 21 декабря. Ну, правильно, с 21 декабря. Поболее их должно быть, конечно, быть. Ну, вот есть у меня заказ, в котором содержится товар, который мы сделали по персональной рекомендации. Давайте, наверное, сейчас я четвертый слайд открою. Немножечко поговорим про персонализацию интернет-торговли. Такой инструмент, как гигдата, сервис персонализации, мы его только-только запускаем сейчас в бета-режиме. Что это будет? Это облачный сервис, который будет встроен в каждый интернет-магазин. Установить его достаточно просто. Как я показывал, как закидывается компонент форума, точно так же компонент персонализации надо будет добавить на главную страничку. список товаров, детальную карточку товаров, корзину. Для того, чтобы внизу, как у нас, например, на главной сделано, показываются персональные предложения. Система анализирует поведение пользователя на сайте и сравнивает это с поведением пользователя других пользователей на сайте. Там, на самом деле, много разных параметров, которые она анализирует и выдает те товары, которые, с ее точки зрения, наиболее подходят данному пользователю. Вот так вот это выглядит. И потом, опять же, список заказов. Вот он отмечен. Мы открыли сейчас такой заказ. И в новой карточке товара будет показываться информация о покупателе. В первую очередь, какие заказы сделаны. И предложения, что вы можете предложить покупателю. Как то, что он положил в корзину, но не купил. Какие-то товары, которые он просматривал. И товары, которые рекомендует система. Для чего это нужно? В первую очередь, повышение эффективности рекламы. Увлечение конверсии интернет-магазина. Увлечение среднего чека, а значит и увеличение продаж. Работа с заказами. Давайте посмотрим это вживую. Мы открыли какой-то заказ. Помимо того, что здесь вся информация по этому клиенту, мы можем, опять же, здесь вручную разрешить доставку или вручную подтвердить то, что заказ оплачен. Посмотреть состав заказа. Если нам надо, мы нажимаем кнопку «Изменить заказ». Мы можем здесь какую-то информацию поменять. И в том числе добавить какие-то товары или количество поменять цен, что угодно. Опять же, можем что-то предложить покупателю, если у нас есть, что ему предложить. Ну, мне здесь пока, к сожалению, предложить нечего, потому что я никакие товары с этим товаром не связал. И Big Data мне тоже ничего не показывает. Потому что не до конца пока она запущена еще. Опять же, прямо из карточек товара мы можем распечатать какие-то документы, которые нам необходимы, и отправить, например, нашему курьеру с этим документом. Просто выбираем счет, накладная, что-то еще, отправить курьера к клиенту эти товары отвозить. Так, давайте, наверное, глянем, какие у нас появились вопросы, и мы с вами уже продолжим. Так. Ну, просят все уже про шины и диски. Давайте, наверное, тогда потихонечку я буду закругляться. Передам слово буквально через 5 минут коллеге своему. Давайте, наверное, про что хотелось бы еще поговорить. Коллега расскажет как раз про одно из решений, которое есть у нас в Marketplace. Вы его посмотрите по ценам на редакции, в двух словах. Интернет-магазин у нас есть в редакциях «Малый бизнес», «Бизнес» и «Энтерпрайзе». «Энтерпрайз» — это отдельная песня, это платформа для крупных проектов, типа как «Евросеть», «Альдорадо», что-нибудь такое. Для небольших магазинов, в принципе, вполне хватит малого бизнеса. Для магазинов покрупнее, которые хотят, чтобы у них было несколько видов цен. Там отдельная цена для партнеров, отдельная цена для конечного пользователя, чтобы можно было работать сразу с несколькими складами товаров. Для них редакция «Бизнес» больше подойдет. Стоимость лицензии включает один год бесплатных обновлений. По истечении этого года, если вы хотите постоянно какие-то новые версии получать, то все эти фишки, новинки, которые мы обновляем и создаем, надо будет покупать продление. В течение одного месяца с момента окончания лицензии продление стоит 22% от стоимости лицензии. Если больше, чем через месяц вы покупаете продление, то уже 60% от стоимости лицензии. В принципе, 22% от стоимости лицензии в год – это не такая большая сумма, а всяких бонусов, которые вы с этого получаете, гораздо больше. Это и обновление, это и приоритетная техподдержка, это и возможность пользоваться различными облачными сервисами PITREX. Не успел бы я сегодня все рассказать вам, что хотел бы. Там на самом деле очень многое. Если кого интересно, у меня будет подробный обзорный семинар по системе PITREX в четверг или пятницу, не помню. Где записывались вы на этот вебинар, там же можно посмотреть на нашем сайте в разделе мероприятия вебинара. Там подробнее обо всех этих сервисах расскажу. Также одно из наших преимуществ – это наши партнеры. Наши партнеры – более 11 тысяч компаний, которые внедряют PITREX. Чем хорошо такое большое количество? Хорошо тем, что в случае чего вы сможете спокойно перейти от одного партнера на поддержку другому партнеру. Ситуации бывают разные. Может быть, с кем-то не сработаетесь, может быть, какие-то еще причины. Другому партнеру не придется вникать в написанную программу, программное обеспечение, в код. Потому что наши партнеры все знают PITREX и все работают с одной системой. Это достаточно удобно. Техподдержка у нас осуществляется через обращение на сайте. Всегда можете писать туда. В течение 5-6 рабочих часов ответ вы даете поддержку у нас. Это максимум. Бесплатная пробная версия на 30 дней доступна в разделе скачать на нашем сайте. Виртуальная лаборатория, не скажу, починили или нет, была поломана, но если не починили еще, то, надеюсь, в ближайшее время сделают. Тоже достаточно удобно, чтобы на сайте на нашем можно было зайти, ничего не устанавливая, зайти в такой же интернет-магазин, например, и посмотреть, как все их работает. Подытожим. У меня, наверное, уже все. Я буду передавать слово своему коллеге. И если у вас остались какие-то вопросы, на которые я не ответил, пожалуйста, пишите их в разделе «Вопросы». Обязательно отвечу. Буду сейчас параллельно сидеть, слушать коллегу и отвечать. Так, передаю слово Владу. Влад, можно начинать. Влад, слышно, но пока не видно, там надо нажать такую иконочку, экран нарисован. «Show my screen», да, добрый день, меня зовут Нилат, это Антон Новиков, я буду продолжать, Влад сейчас подойдет, вот он прямо уже в пути. Сейчас попытались включить экран, видно ли экран? Мне видно, я надеюсь, что нашим слушателям тоже, но попрошу их в плюсики поставить опять же там в разделе «Questions». Так, отлично, тогда сейчас буквально мы флешку с презентацией активизируем у нас, и… Так, я сейчас передаю микрофон Владу, потом он, видимо, передается количество в это время. Видно экран? Экран видно, да. Здравствуйте, доброе утро, меня зовут Влад, моя фамилия Зильберштейн, я работаю руководителем отдела продаж компании «ЛайМедиа». Сейчас слышно для меня, поставьте плюсики, если слышно. Сейчас я открою файл презентации, и мы начнем. Видимо, не быстрый компьютер. Сейчас полный экран, да? Антон. Мы должны видеть экран. Видно ли мой экран, хорошо ли видна презентация? Чек. Ну, я вижу, я думаю, что наш слушатель тоже видит. Хотя можно, не знаю, немножечко еще вправо утянуть, чтобы не было видно Total Commander. Так лучше? Так гораздо лучше. Отлично. Собственно говоря, мы занимаемся разработкой интернет-магазинов для торговли автозапчастями, для торговли автомобилями, и иногда занимаемся станциями техослуживания там, где станции техослуживания стыкуются с торговлей запчастями. Вот, собственно говоря, тут мне приготовили несколько слайдов, которые можно смотреть, и смысл их сводится к тому, как люди выбирают автомобили. Вот так. Ужасная самая дешевая или самая дорогая, и, скорее всего, они выбирают ни то и ни другое. Большинство людей автомобили выбирают по необходимости, по типу кузова, выбирают по надежности, выбирают по тому, как восстанавливать после аварии, выбирают по цвету, по рейтингу автоугонов. Собственно говоря, создано огромное количество средств массовой информации, которые пропагандируют отрасль и помогают выбору людей. И, в принципе, по опросам около 80% людей, которые покупают автомобили, они, собственно говоря, руководствуются тем техническим обслуживанием данного автомобиля, стоимостью его и легкостью этого обслуживания. Собственно говоря, организовывая магазинов и запчастей, необходимо для начала узнать, на чем ездят окружающие вас автолюбители в вашем регионе. Вот это сведения за 2014 год, очень примерные, наверное, по продажам. И, собственно говоря, из них ясно, что 80% рынка занимает с помощью LADA, концерна Renault, Nissan. Собственно говоря, если эта тенденция в последние годы закрепилась, то с большой вероятностью половина ваших клиентов будут сторонниками данных марок и моделей. Собственно говоря, в отличие от стандартного магазина, целевой трафик, конверсии, продажи, воронки и все остальное, здесь, в этой отрасли, в автомобильной, работает очень плохо. И самая большая проблема и потеря клиентов происходит при ошибках клиентов в интернет-магазинах, при затратах времени, при подборе запчастей, при отсутствии возможности посмотреть свой склад и заказа в другом месте и так далее. Основная пробка, основная проблема, она лежит в области брозничной торговли, именно в области подбора запчастей. Собственно говоря, мы создали интернет-магазин, в котором есть возможность концентрироваться на тех марках и тех моделях, которые в вашем регионе, в вашей области, в вашем городе, в вашем районе, наиболее востребованы и по этим марковым моделям собрать те необходимые запчасти, которые сразу же подойдут клиенту. Наша задача была сделать так, чтобы все цены конкретный покупатель видел сразу на главной странице. Собственно говоря, мы создали интернет-магазин, в котором покупатель, заходя вовнутрь и регистрировал, видит только те детали, которые подходят на его автомобиль. Наша задача была сделать покупку запчастей в один клик. Собственно говоря, эта задача решается для 80% клиентов в 80 случаях сделок. Остается какое-то количество клиентов, которые мы не можем обслужить автоматически, и остается какое-то количество сделок, которые мы не можем обслужить автоматически. На то есть ряд причин. Низкая квалификация клиентов, что нормально, автолюбитель не может быть автоэкспертом. Ошибки при подборе и, собственно говоря, цена этой ошибки на заказной детали, которую редко заказывают, она часто приводит к тому, что эта деталь остается у вас на сладе или остается у недовольного клиента на руках. Там, где есть такие риски, необходим подборщик и необходим специалист. Но 80% пришедших клиентов, 80% из 100 их покупок мы можем помочь в автоматическом подборе. Собственно говоря, этот программный продукт решает и попутно, скажем так, как вторичный эффект, три проблемы, связанные с персоналом, с неликвидами и, собственно говоря, с тассовыми разрывами. Потому что, как говорится, вся прибыль торговли в остатках на складе и чем меньше эти остатки, тем, собственно говоря, в оперативной торговле мы гибче и больше можем позволить себе купить необходимые запчастинки. У каждого магазина, кто проработал 2, 3, 4, 5 или 10 или 15 лет, 15-40% склада это практически не ликвид. И эта картина повсеместная. При той средней стоимости запчасти 20-25 долларов и при глубине, допустим, хранения 5-10 единиц мы получаем колоссальные остатки, измеряемые в десятках и сотнях, а иногда в миллионах долларов. Сотни десятки тысяч, сотни тысяч это распространённые явления и миллионы долларов для крупных компаний тоже достаточно распространённые явления. Собственно, вот там лежит прибыль магазинов автозапчастей, накапливается годами. Собственно, как работает система автоматического подбора? Мы с вами, как клиент, выбираем автомобиль только один раз. При первом заходе на сайт у нас есть возможность определить марку, модель госвыпуска и модификацию нашего транспортного ответа, исходя из тех компетенций автолюбителя, которые есть у обычного человека, который сидит за рулём. Собственно, второй раз ему рассказывают сайту о том, что у него за автомобиль больше не нужен. В каждом автомобиле порядка трёх тысяч плюс-минус деталей. Из них мы выбрали примерно 350 наименований, которые способен отличить любой автолюбитель. Это как вы знаете свои руки, вы видели свои зубы, вы знаете свой нос, но с трудом узнаете свою печень среди многих других. Вот та же самая история здесь у нас происходит. То есть вы, в принципе, способны с нашей помощью отличить аккумулятор от каникстры с маслом. Отличить тормозные колодки от радиатора. И этого достаточно. Вот там, где компетенций автолюбителя достаточно, там мы отобрали примерно от 10 до 15% всех деталей, которые содержатся в каждом автомобиле. Мы, собственно, сконцентрировались по торговому каталогу на этих деталях. Когда вы выбрали автомобиль, на втором шаге вы получаете, по сути, 350 процененных деталей, которые у вас уже находятся на первой странице. То есть на первой странице у вас сразу же в прямом эфире появляется 350 сцен на 350 товаров, которые подходят для вашего автомобиля. И, к сожалению, в автомобильной отрасли все непросто, потому что за этим шагом 1 и шагом 2 открывается еще несколько подводных камней, которые необходимо как алгоритмы автоматизировать для того, чтобы покупателю предоставить правильный выбор и для того, чтобы он не засыпался. Вот, собственно, для этого существует шаг 3, он достаточно сложный, я чуть-чуть на нем остановлюсь более подробно. И в этот момент, собственно говоря, у нас есть, мы разделили машины на классы. Для чего мы это сделали? Дело в том, что когда мы выбрали какую-то конкретную группу деталей, допустим, тормозные колодки, и если мы возьмем, допустим, такой концерн VAG Volkswagen Audi Group, Audi или Volkswagen Golf или Audi A3, то мы получим, допустим, комплект тормозных колодок. Вот примерно около 250 различных компаний выпустили колодки, которые подходят для этой машины. То есть вроде бы мы выбрали автомобиль, нам больше его не надо выбирать, вроде бы мы можем сказать, что нам нужно поменять передние тормозные колодки, и в этот момент у нас появляется 250 различных фирм, среди которых нам необходимо выбрать колодки. И в этот момент покупатель снова, собственно, запутан, и в этот момент он снова идет в телефонный трафик, и в этот момент он говорит, у вас плохой сайт, вы ничего не можете мне дать, и уходит на другой сайт. Собственно говоря, мы разделили по слоям на три класса автомобилей, дорогие автомобили, средний класс и недорогие автомобили. И разделили на несколько слоев, собственно говоря, детали, которые произвели различные компании. То есть у нас есть оригинальные, то, что здесь названо OEM, оригинальные компоненты автомобильные, то есть это деталь под артикулом, который был автомобиль собран. То есть вот, допустим, есть автомобиль Audi A3, какого-то там года выпуска, с каким-то мотором, и у него есть оригинальный артикул Audi, и дальше идут циферки, где, собственно, вот эта деталь, которая была абсолютно такая же, какая установлена на заводе один-в-один. После этого есть то, что называется OEM-аналог, то есть, допустим, любая деталь, которая имеет внутреннюю кроссировку концерна Vargas, но эта деталь уже не с брендом Audi, или с брендом Audi, но с другим артикулом, является аналогом, тоже оригинальным для нашей детали. Есть, так называемый, не оригинальный, а полный аналог оригинального детали. То есть автоконцерны в основном заказывают производство расходников специальным компаниям, которые называются, в понятии есть автор-маркет, первая линия, они по-разному называются абсолютно. Ну, допустим, для концерна Vargas очень много делает компания TRW Lucas, такое название. Мы находимся в такой сфере, где меня можно поправлять бесконечно, поэтому я заранее приношу извинения тем людям, которые любят невероятно точно все называть. Можете меня поправить. Собственно говоря, вот эта первая линия создает запчасти, которые являются полными аналогами оригинальной запчасти, но они их создают под своими брендами. Вот, собственно, дорогие машины, дорогие клиенты на дорогих машинах, они выбирают обычно из вот этих трех групп запчасти, которые они приобретают. То есть они ценят свою машину и они используют очень-очень качественные запчасти. Машины среднего класса, они могут покупать по статистике достаточно часто в 20-25% случаев аналоги, в 50-60% случаев первую линию не оригинальные аналоги. И в некоторых случаях, вот самая большая группа, это то, что называется заменитель, это компании второго, третьего эшелона, но которые представлены в каких-то более-менее официальных каталогах. Допустим, что-то похожее на каталог TechDoc или что-то похожее на каталог TechDoc. Есть несколько каталогов не оригинальных запчастей и есть большой класс компаний, их около двух с небольшим тысяч компаний, которые выпускают вот такого рода заменители. То есть при этом заменителем может использоваться другой металл, другие материалы какие-то, другая технология. Слышно ли меня, видно ли то, что я говорю? Поставьте плющик, если меня слышно и видно. Слышно ли сейчас меня, видно ли, поставьте плющики, если меня слышно и видно. И слышно, и видно, и плющики валятся в раздел «Quotions». Все, отлично. Да-да, вот теперь вижу, здесь была какая-то заминочка. Значит, ситуация следующая. Те недорогие машины массового производства недорогих марок, они чаще всего покупают вот эти вот самые заменители, которые я сейчас только что описал. И очень много есть такого, то есть у этих фирм есть названия, но их нет ни в одном приличном каталоге. Они обладают, допустим, какими-то красировками, то есть они имеют какие-то, скажем так, указания на то, что эта запчасть похожа на какую-то запчасть, которая есть в каталоге. Вот здесь они названы «No Name». То есть, если вы видите производство компаний неизвестной, которой нет в каталоге, но вам говорят, эта деталь, она подходит вот на эту, то вы столкнулись с тем, что называется «No Name». Достаточно много таких компаний, они покупают в Китае похожие запчасти, одевают их в хорошие красивые коробочки и торгуют. Это очень часто очень приличные, хорошие запчасти. Единственное, что надо очень четко понимать, что эти запчасти в несколько раз могут быть дешевле и на них сегодня будет достаточно большой спрос. И здесь вопросом, доверяете вы конкретному продавцу или конкретному производителю эти запчасти «No Name». Естественно, что и копировать известные «No Name» тоже достаточно легко. То есть, есть и копии, 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 копии. Поскольку рынок огромный и на нем большие потоки, то здесь очень много-много-много подделок, подделок. Собственно говоря, там есть еще четвертый шаг, где мы регулируем выдачу поставщиков, где нам надо каким-то образом выбрать, дать возможность выбрать различным категориям пользователей самые доступные по цене, самых надежных, самых стабильных, выбрать по гарантии качество, выбрать из наличия на складе. И, собственно, здесь есть возможность, я для примера здесь вывел, это одна деталь от разных поставщиков, разных складов. Вот, собственно говоря, задача нам показать сначала наш самый, наш склад, который то, что есть у нас. Если у нас этой детали нет, то мы показываем какой-то ближайший склад нашего очень удобного поставщика. И если у нашего на ближайшем складе нет, то мы показываем какие-то другие склады. Вот, собственно, это то, что я вкратко хотел описать по той системе, которую мы создали. Мы можем с вами еженедельно на вебинаре, который проводит наш технический специалист Антон Новиков, ознакомиться более подробно с системой. Приходите к нам, собственно, будем рады. А дальше продолжит Антон Новиков, который покажет, как, собственно, работает эта система и ее возможности на примере каталога ТО. Спасибо большое. Дальше продолжает Антон Новиков. Я думаю, если нет, то есть вопросы. Вопросы? Вопросы? Лучше писать, там есть визиточка, почка, телефон, звоните, обращайтесь на себя. Если ты обращаешься. Всем добрый день. Меня зовут Антон Новиков. Я входит в проект компании Lime Media. И я немножко покажу то, что Влад рассказывал на примере слайдов. Я немножко покажу наш канал, как он сейчас работает, какие там есть возможности. Вот. Давайте я сейчас открою браузер. Мы посмотрим, что представляет наш функционал в виде решения. И так. Значит, наше решение, которое описывал Влад, с которого все начинается и позволяет его упростить, собственно, жизнь. покупателю розничному интернет-магазине. Называется «Мой гараж». Сейчас я в первую очередь делаю такую структуру, что приведу сайт в состояние, когда пользователь впервые на него попал. Машина у него еще не выбрана, он еще не знает, что ему нужно, но знает, какой у него автомобиль. И так. Он зашел на сайт. Сайт предлагает ему, собственно, выбрать ту марку и модель машины, для которой он будет искать себе запчасти. Это наше решение, которое называется «Гаражор». Он с ним проваливается и, собственно, может свою машину выбрать. Это просто ПО. То есть здесь такая история, что визуально это может быть реализовано несколько иначе. Сейчас покажу другой пример. Когда у нас будет небольшая паука во время трансляции сейчас. Так. Например, вот мы выбираем саму Audi. И, собственно, сайт запоминает то, что данная машина, принадлежит к ней пользователю, интересуется деталями для нее, она появляется здесь, в нем в гараже. В гараже можно поставить сколько угодно, в принципе, автомобилей. И в этот момент в сессии уже хранится информация о машине. В любой, скажем так, в любом каталоге, насколько можно так назвать, где он теперь будет производить поиск, система будет ориентироваться на эту информацию и предлагать ему уже не все подряд, а те детали, которые ему должны быть интересны. Одно из наших очень популярных решений, это так называемый каталог ТООК, каталог технического обслуживания, когда речь идет как раз о той группе деталей, о тех 10-15% номенклатур, которые являются расходниками и которые в первую очередь востребованы. Каталог ТОО, это то самое решение, которое в купе с решением гараж, которое позволяет реализовать логику покупки в один клик. Собственно, что я сейчас и демонстрирую, машина в гараже, мы провалились в каталог ТОО и что мы видим? Мы видим, что система сразу предлагает покупателю уже детали по расходным группам, основным по заменам, для конкретно данного автомобиля из того наличия, которое есть в настоящий момент продажи в данном интернет-магазине. То есть по факту он выбрал машину, провалился в каталог и дальше ему достаточно нажать купить комплект и все детали провалятся в корзину, в заказ, дальше оформление заказа и собственно покупка завершена. Также здесь есть такая возможность, так как в автомобиле расходники меняются в течение каких-то определенных промежутков времени, через какой-то интервал, это тоже учительно в нашей системе. Мы для всех групп расходных деталей у себя указываем промежуток, через который данная деталь должна заменяться и пользователь, который ищет детали, он может указать набег своей машины и получить не только, собственно, в принципе все расходники, которые ему могут потребоваться, но и в частности именно те, которые ему могут быть интересны как раз в промежутке между техническими обслуживаниями после какого-то определенного пробега. Аналогичная история Это то, что связано с прочими номенклатурами, которые есть в наличии. То есть помимо того, что ему что-то предлагается из наличия то, что больше всего подходит ему, он может посмотреть, есть ли какие-то аналоги, заменители и прочие истории, то, о чем рассказывал Влад у поставщиков, прайс-листы которых загружены на сайте, и если по каким-то причинам он не хочет покупать то, что ему предлагает система сразу, он относится к категории покупателей, которым интересны только оригинальные детали, может, естественно, эту деталь в данном списке заменить и продолжать покупку уже исходя из своих предпочтений. Итак, в принципе, вот все то, что проговаривал Влад с точки зрения решения мы показали достаточно быстро, наверное, это как раз и отражает эту нашу попытку реализовать решение таким образом, чтобы максимально сократить путь покупки для нашего посетителя сайта для нашего покупателя. Наверное, по технической части основной этап я проговорил то, что мы хотели показать. Вот, если будут какие-то вопросы, мы с удовольствием на них готовы ответить, наши контакты, насколько я понимаю, мы тоже на слайде здесь покажем. Так. Вот. Можно писать в Skype, можно писать по почте, можно звонить, если интересоваться, мы ответим на любые вопросы. Наверное, я тогда буду тоже завершать. Так. А можно тут два вопроса есть? Вопросик есть? Можно я его озвучу? Да, конечно. Используются только Текдок и другие каталоги запчастей тоже? История следующая. Текдок – это такая штука, которая… это не только каталог, это еще и база кроссов. То есть база, которая хранит в себе взаимосвязи разных заменителей и позволяет людям, которые ищут детали, собственно, подбирать не то, что, может быть, они ищут, а какие-то аналоги, которые им подойдут, других брендов, которые подойдут им, исходя из, опять же, предпочтений по ценовым каким-то… параметрам, по параметрам известности, неизвестности бренда, популярности и прочее. Что сейчас мы здесь видим – это наше решение, оно в том числе использует кроссы Текдок, оно в том числе использует нашу базу кроссов, которые… Это проверенные кроссы, которые по каким-то причинам не попали в Текдок, потому что Текдок – это, скажем так, некий продукт, который больше ориентирован на европейские бренды автомобилей. И, там, может, многие вещи не будут, что сейчас выходят в промышленности. Поэтому здесь, скажем так, Текдок – это лишь какая-то, ну, там, часть, которая в том числе используется в наших решениях и в данном решении в том числе. То есть здесь нельзя сказать, что мы ориентируемся просто на Текдок и вот на его основе мы что-то предлагаем. Нет, это наше решение, оно включает в себя и возможности Текдока, но оно несколько шире. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Если нет, то можно уточнить, что именно… Ну, вот здесь есть вопрос. Не видно вопросов вам, Brazil Questions? Так, я думаю, что видно только их нужно открыть. Вот я сейчас открою. Надо открыть, да, и в самом низу они будут. Тут как раз про Текдок спрашивают про оперативность выхода обновлений, про стоимость. Так, сейчас мы попробуем их открыть. Вот, отлично, я их открыл. Ага, ну, внизу там вот. Так, оригинальный артикул можно найти только по им номеру, а это оригинальный каталог. Смотрите, все, что касаемо оригинальных артикулов, то здесь есть, опять же, определенные какие-то инструменты у нас. У нас есть каталоги оригинальных запчастей наши, которые мы собирали. Есть возможность подключать на нашем решении оригинальные каталоги посторонних поставщиков, таких как L-Cas, Carcas, Luxem и так далее. Их достаточно много. Вот. Возможности оригинальных каталогов, видимо, на нашей вот этой витрине они сейчас не подключены. Ну, то есть в том, что то, что мы сейчас проговаривали по подбору и по покупке в один клик, это немножко другая история, которая отличается от покупки через оригинальные каталоги. Потому что все, что касаемо оригинальных каталогов, здесь уже должна быть определенная компетенция у покупателя, чтобы он знал, что ищет, даже если он ищет повинку. Сами по себе оригинальные каталоги – это, как правило, некие брошюры с картинками и, собственно, списком артикулов. Поэтому это другая немножко история, хотя в наших решениях есть и возможность подключения оригинальных каталогов, для того, чтобы искать подчасти по ним. Так, какие у нас еще вопросы? Ну, я не рекомендую. Так, это не очень понятно. Суть в том, что Тикдок – это продукт для специалистов, а наш продукт – это продукт для покупателей не специалистов. Поэтому… Так. Очень разная громкость. Появленный вопрос. Можно ли отдельно приобрести сами данные или каталог без заказа сайта? Так. Сами данные приобрести отдельно? Что за данные? Можно ли приобрести отдельно каталог? Смотрите. Наше решение, оно имеет, скажем так, в первую очередь, главный мозг, то, что является связующим звеном для наших интернет-магазинов, которые работают с нашими сущностями, такими как применимости автомобилей, профессии и так далее. Отдельно приобрести каталог можно, но работать без главного модуля он, скорее всего, не будет. Поэтому здесь заказывать интернет-магазин не обязательно, но главный модуль в любом случае понадобится, он может быть подключен на любом битриксе актуальном. И, естественно, целиком магазин покупать в данном случае не нужно. Что значит приобрести сами данные, не совсем понятно. Прошу уточнить вопрос. Как подключить, сколько стоят оригинальные каталоги? Значит, смотрите, оригинальные каталоги Line Media порядка 15 марок стоят, если я не ошибаюсь, 15 рублей в месяц, хотя, может быть, с Нового года что-то там немножко стоило, бросить 500 рублей в месяц. При этом на проектах, которые развиваются на нашем решении, должен быть подключен модуль оригинальных каталогов. То, что касаемо сторонних поставщиков, то есть разные предложения от разных компаний. И здесь лучше написать нам по почте с просьбой предоставить список возможных подключений разных оригинальных каталогов, потому что там достаточно много и цены разнятся. Как адаптировать существующую маниклатуру магазина к вашему решению? Как адаптировать существующую маниклатуру магазина к вашему решению? Смотрите, ваша маниклатура – это, если я правильно понимаю, ваш прайс-лист, с которого вы торгуете. Если я неправильно понимаю, то уверен, пожалуйста, поправьте. Значит, работа происходит следующим образом. После того, как ваш прайс-лист загружен в интернет-магазин на основе решения «Автоэксперт», собственно, он начинает в данном разговоре торговать. И здесь единственный момент, который может каким-то образом создавать неудобство – это ситуация, если «А, ваша маниклатура никому не известна, у нее нет кроссов», или «Б», она, например, ваша внутренняя, то есть вы сами придумали свои артикулы и, собственно, продаете все товары от своей марки, как от своей собственной. Решение здесь, в общем-то, в любых случаях достаточно простое – нужны кроссы. Нужны кроссы вашей маниклатуры с кроссами каких-то общеизвестных деталей, которые есть либо в Текдоке, либо которые вы можете создать сами. То есть у нас такой модуль называется «Простые аналоги. Возможность создания собственной базы кроссы», где вы кроссируете, собственно, свою маниклатуру прямо по детально, с маниклатурой, которую либо знает покупатель, будет искать ее, либо знает Текдок, что, собственно, позволит подключить и кроссы аналоги Текдока и так далее. То есть импорт из DNS возможен. Да, у нас есть, опять же, тоже модуль, который называется «APID для сайта», который позволяет в автоматическом режиме транслировать информацию о маниклатуре из DNS и транслировать туда и сюда статусы по сделанным заказам, информацию о покупателях, также документы, такие как счет фактура и так далее, прямо на сайт, и, возможно, что-то еще, но основные вещи, то, что позволяет по импорт сделать, я сейчас проговорил. Так, я сейчас про спрощение забылся немножко назад по вопросу, если мне кажется, что-то упустило. Данное содержимое базы каталога. Данные содержимое базы каталога. Хотел бы подключить их к своему сайту, который уже функционирует, и так же, по считаю, что сами раздравляют эти сайты. Смотрите, содержимое базы каталога, вот в данном случае тот каталог, который вы показываете, каталог технического обслуживания, это содержимое, оно редактируемо, и его вы можете настраивать сами. То есть это, с одной стороны, инструмент, и если вы торгуете расходниками, про которые никто ничего не знает, то их так или иначе нужно будет каким-то образом кроссировать и заводить в каталог. Если речь идет о тех данных, которые у нас в каталогах используются, то здесь, повторюсь, мы подключаем и кроссы техдок, мы подключаем и свои собственные кроссы, которых у нас порядка 42 миллионов в качестве веб-сервиса. То есть, естественно, что мы не можем просто взять и выгрузить 42 миллиона кроссов для вас, наших, тем более, что это наш продукт, как бы, вот, и, и, по поводу данных, здесь, наверное, нужно как-то более детально проговаривать, особенно в плане того, какую цель вы проследуете, здесь, наверное, лучше вам с вами как-то связаться и пообщаться с Владом, потому что здесь уже мы немножко в сторону решений именно бизнес-решений склоняемся, здесь он более компетентно сможет вам рассказать, наверное, как можно построить статегирующий проект на основе текущего процесса, где позволяет перевозначить поиск. Да-да-да, Евгений, я ваш вопрос вижу, я только что его начал зачитывать для себя. Значит, стратегия розничных продаж, это совершенно точно, я попрошу вас написать нам или позвонить, чтобы поговорить с нашими специалистами по торговле, вот, собирать лиды, подливовление в торговле. Смотрите, у нас есть несколько, скажем так, задумок по развитию функционала, связанного с гаражом, в том числе такая история, как сбор информации, которая происходит на нашем решении, позволяет в будущем предлагать розничному покупателю какие-то наборы, комплекты уже готовых деталей, исходя из его ожидаемого движений по замене своих расходов. То есть мы видим, что у него через тысячу километров будет очередное ТО, и мы ему можем по почте, можем на сайте в виде курс уведомлений, если у вас есть его телефон, то можем в виде смс присылать какие-то предложения, что вот у вас скоро будет новое ТО, вот какие-то детали мы вам предлагаем, прямо для вас, вам достаточно зайти на сайт и нажать кнопочку «Купить». Но это решение, это не стратегия, это конкретное решение, которое, одно из которых, которых на самом деле достаточно много. Так, мы просто за ДНС не проговорили, где и как настраиваются наценки. Смотрите, у нас существует две сущности, одна сущность называется «Старщики», наценка может быть настроена при создании поставщика и загрузке прайс-листа для него, и есть другая сущность, которая называется «Скидки и наценки». Это достаточно такой функционал обширный, который позволяет управлять ценообразованием, делать скидки и наценки уже от нацененной детали, организовывать какие-то рамки для изменения цен, делать последовательные изменения цены в зависимости от групп пользователей и типов покупателей, скажем так, поэтапно. То есть, если у нас цена должна посчитаться, исходя из нескольких факторов, вот, с помощью функционала скидок и наценок это все решается подробнее. Наверное, это вопрос, что уже мы будем проводить вебинары, рассказывать подробнее о своей системе, когда мы вопрос затронем и расскажем, пока лишь и покажем, как это у нас происходит. Стоимость нашего решения под ключ нового интернет-пагазина я здесь, к сожалению, не смогу подсказать, потому что я занимаюсь текущей стороной вопроса и здесь лучше позвонить или написать нам, связаться с менеджером и с продажем. Плюс здесь важный момент, что касаемо стоимости, что мы собираем интернет-магазины на основе нашего решения, очень разные, исходя из того, какая компания с какими целями, исходными, как и ударными желаниями и видениями нам приходит. То есть мы предлагаем под конкретную компанию свое решение по своим наборам, функциональным наборам модулей. Они все разные. Помимо нашего основного функционала, главного модуля, у нас порядка, сейчас уже, наверное, мы будем собрать от 10 до 20 разных модулей с разным функционалом и набор модулей для разных интернет-магазинов он всегда практически разный. Поэтому здесь нужно обсуждать конкретную историю, и мы будем предлагать за решение непосредственно под вас. По стратегии я проговорил, что это лучше с складом. Так. Название продукта. Продукт называется Line Media Auto Expert. Сейчас я на последний вопрос от Андрея еще проговорю, и опять открою страницу с контактами. где можно посмотреть функционал скидок и на сценах. Смотрите, у нас есть помимо нашего сайта linemedia.ru, у нас есть база знаний, подробное написание наших решений, наших модулей. Посмотреть можно в том числе там. То есть почитать, посмотреть, там есть скриншоты, и скорее всего даже там есть видеоуроки. Вот. Ссылка на данную базу знаний. Я ее могу продиктовать. Но, к сожалению, у нас здесь на файлах нигде не указано. Также могу написать в общем чате. Это docs.linemedia.ru. Docs как сокращенно документы по-английски. Вот. Я отправил чат. И, собственно, если с той информацией, которая у нас есть в базе знаний и тех видеоуроков, которые вы посмотрите, будет у себя недостаточно, мы можем провести в том числе и индивидуально, на каких-то конференциях, рассказать и показать, как оно работает. Так. Есть еще у нас вопросы. Демо какое-то, где можно потыкаться. Так. И как оперативный уход обновления базы кроссов? Значит. По базам кроссов. Значит. TechDoc как веб-сервис обновляется каждый квартал. Вот. Мы, соответственно, обновляем свое, как бы, свою информацию от них точно так же каждый квартал. Но при этом здесь нужно понимать, что новые машины, новые автомобили, которые сейчас были куплены в этом году, в прошлом году, они, как правило, за 2-3 лет находятся на гарантии. И здесь нужно на это ориентироваться, потому что, как правило, покупательного автомобиля не будет искать на себя расходники. Он будет искать меня по гарантии. Ну и помимо этого, помимо этого скажу, что обновления, они, как таковые, не выходят в виде обновления кроссов. Они не выходят в виде какого-то механизма скачивания чего-то там такого. то есть все кроссы во время работы наших решений, когда они подключены на данном решении, то есть они могут быть подключены, но могут быть нет, в зависимости от конкретного интернет-магазина. Все кроссы доступны в онлайн-режиме во время поиска деталей для покупателя, и они актуальны, но на сегодняшний день, в данный момент, они должны быть актуальны. Они не могут быть актуальны, иначе не будет работать. Вот. Какое-то демо. Значит, по поводу демо, как правило, мы действуем следующим образом. Если вам интересен наш продукт, то мы конкретно для вас в рамках ваших потребностей поднимаем демо-решение, даем к нему доступы, опять же, с вашим набором модулей, то, что вам может быть интересно, и показываем, как оно работает, даем вам возможность поэкспериментировать. То есть, скажем так, демо открытого, куда могут зайти все методы. Потому что, грубо говоря, в тот момент, когда наши клиенты начнут одновременно использовать один и тот же интернет-магазин, скорее всего, у них начнутся коллизии, потому что они начнут создавать поставщиков, загружать разные прайс-листы, будут находить номенклатуру из чужих прайс-листов. Ну, и там на самом деле целый ворох начнется коллизии, в том числе те же скидки на цент, которые одни клиенты поставят на одну, номенклатуру на другую. И, значит, твиттер, если я не ошибаюсь, вот, к сожалению, я не подскажу по поводу того, есть ли у нас наша компания твиттер, я думаю, что если потребность в твиттере будет очень высокая, то мы обязательно его откроем. Да, скайп, конечно, есть скайп, вот то, что сейчас у нас на странице с контактами, вы видите, скайп у Влада это первый, наверное, первый шаг, который нужно сделать, если вам, если у вас все еще много вопросов, есть желание работать с нами, можете всегда им написать, он на связи практически в любое время. спецтехника, значит, по поводу спецтехники, решения похожие, по поводу спецтехники, идет ли речь о, например, грузовиках, автобусах или же идет она речь о комбайнах, но решения похожие, и здесь единственный момент, который каким-то образом бульдозер, ну, хорошо, каким-то образом, скажем так, может создать дополнительные сложности, это B2B, отлично, значит, которые у вас сложности, это создание базы кроссов, потому что общедоступность, насколько я понимаю, по такой спецтехнике, либо нет, но если они есть, то решение наше подойдет. То, что касаемо B2B, тут отдельная история, у нас есть и более, скажем так, более сложный модуль, который позволяет организовать оптовую торговлю, но это немножко уже, наверное, из другой оперы, здесь совершенно точно нужно общаться уже предметно, и самое главное, что если мы сейчас туда уйдем, вот в рамках вебинара, то мы с вами здесь надолго, я не уверен, что это сейчас правильно будет по поводу B2B, но у нас есть решение, есть модули, которые позволяют организовать оптовую торговлю и торговлю между, скажем так, разными уровнями компаний, которые занимаются деталями, запчастями, то есть начинают аматурами, импортер, дистрибьютор, дилер, оптовик, субдилер и розничный покупатель, все это немножко шире история. Значит, да, разумеется, можно пообщаться по скайпу, Влад с удовольствием с вами на эту тему проговорит, по техническим вопросам меня подключите, я тоже помогу. Значит, докс перекидывает, да, совершенно верно, он правильно перекидывает, просто для простоты, домен docs.lymedia.ru, а по факту, да, это все верно, linemedia.ru. Скорее всего, там может быть сложная немножко структура файлов, структура документов, давайте мы поступим следующим образом. Я почти уверен, что там эта информация есть. Я вас попрошу, наверное, нам по почте написать запрос, вам обязательно, или же в скайп, как вам удобно будет. И мы покажем, как работать с кислой оценки, прям по конференции, расскажем, покажем, как сработать. Никакой сложности в этом нет. Да, аксессуары, отдельная история. Есть у нас решение для аксессуаров, есть так называемый каталог аксессуаров, здесь необходимо, опять же, проговаривать конкретную муменклатуру, потому что в зависимости от нее будет понятно, что за решение лучше подойдет именно для покупателя, чтобы упростить ему жизнь, чтобы он находился очень быстро. то есть создать какие-то картологии именно в виде там группы-подгруппы карт и товаров – это одна история, другая история – это максимально упростить ему жизнь под подбор его собственного автомобиля. Вот. Здесь есть тоже определенные решения. Ничего не ясно, как с этим работать. Не ясно, с чем именно работать, потому что это как туда из контекста немножко вырвано. Или же это все про скидки и наценки, Андрей, я не очень понимаю. Так, куда отправлять запрос? Можно в скайт, можно по почту, можно по телефону, можно сразу во все направления. еще раз покажу контакты. Вот. Примерный порядок цен 2-3 варианта. Смотрите, я сейчас что-то назову и потом мы с вами будем вокруг этих цифров крутиться. Я могу сказать, что оптовый магазин, скажем так, средний, ну хотя это очень сложно на самом деле. Давайте все-таки через менеджер с продажами, потому что я не владею информацией о том, сколько какие конкретно модули могут стоить. я могу рассказать по технической части, какие у них есть возможности, а с ценами это совсем не моя история. Вот. По скайпу пообщаться, естественно, можно. как я озвучил, скайп Влада доступен практически всегда. Если потребуется что-то более детально рассказать по техническим моментам, то я почти верю, что он подключит меня или кого-то из менеджеров, кто может хорошо рассказать об этом. Мне кажется, что вопросы иссякли. Думаю, да, поэтому предлагаю уже заканчивать. Да, да, замечательно. Ну, в таком случае всем спасибо за то, что послушали нас, за то, что выделили нам столько времени. Я, видимо, передаю тогда слово коллегам из Битрикса и обращайтесь. Спасибо. Да, всем спасибо. Запись будет доступна на сайте Битрикса в разделе мероприятия, вебинары, ну и вебинар за сегодняшнее число. Все, всем спасибо, до свидания.